Пасху Мы с вами сегодня получили тот благодатный огонь, который в субботу снисходит ежегодно. Этот год не исключением явился и тот знак, который Господь дает нам, чудо Божие по-другому не назовешь, снискохнение благодатного огня, как знак благоволения Божия, продолжение жизни на земле человечеству. Все больше игорских призывников отправляются служить в элитные подразделения вооруженных сил, спортивные и научные роты. Как минимум 15 молодых людей запланированы к отправке в президентский полк. Весенний призыв в самом разгаре. Он стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Первые отправки призывников к местам службы планируются на конец месяца. До этого времени новобранцев на сборных пунктах обеспечивают горячим питанием, выдают военную форму. Одновременно в воинских частях готовятся к отправке срочников, отслуживших положенный год. Командование воинских частей спланировало и проводит своевременную покупку билетов на железнодорожный, авиационный, автомобильный транспорт по воинским перевозочным документам, которые дают право на бесплатный проезд к месту постановки увольняемого военнослужащего на воинский учет. Увольняемые военнослужащие будут доставляться на железнодорожные вокзалы, аэропорты, автовокзалы исключительно служебным автомобильным транспортом воинских частей. Свои предложения по финансированию проектов, созданию новых мероприятий или брендированию молодежного совета участники НИИ-форума могут внести до 20 апреля. Они войдут в резолюцию. В документе будут отражены рекомендации, которые позволят развиваться молодежным объединением по всей Югре. Напомню, в Сургутском районе состоялся первый окружной форум НИИ-форум, где эксперты из Челябинска, Новосибирской и Ленинградской областей учили создавать молодежные советы, привлекать финансирование на свои проекты. Всего работало три площадки. На одной из них, к примеру, участники опробовали технологию геймификация. Это когда в игровой форуме волонтеры ставят перед собой цели, например, уборку или озеленение территории, и получают за это бонусы. Всего на форуме приняли участие 100 человек из 20 муниципалитетов Югры. Мы очень хотим, чтобы каждый из вас знал буквально как алфавит все, что связано с грантовой поддержкой, с проектной деятельностью, с инициативным бюджетированием, с молодежным самоуправлением. Потому что только тогда, когда каждый из вас будет вооружен этим инструментарием, наша система молодежной политики действительно будет менять югру, менять Россию.